Друзья, всем доброе утро! Я уже с утра по делам. Вы, наверное, не знаете, мы Анечку переводим в новую школу, в лицей. Лицей номер одиннадцать. Вот он сзади меня, я иду. О, это, конечно, дурдом. Вот эти бумажные справочки, вот эти все, вся беготня. Вы поняли, да, что такое бумажная волокита. Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Но я справлюсь. Я себе очень верена. Аню переведем. Я уже почти на финише. Сейчас бегу в другую школу и заберу там медичную дуэтку. Онлайн-обучение будет уже сто процентов. Дети с первого вересня будут учиться онлайн. Что есть, то есть. Только что сделала себе новый маникюр. Обалденный ягодный цвет, такой летний. На солнце вообще бомбический. Так поднимает настроение новый маникюр. В общем, я отработала, сделала маникюр. Сейчас заеду в Галя Балова, но куплю блинчики с мясом. Режим хозяйки выключен, если что. Куплю блинчиков. Может быть, пельмешек куплю. Да, пельмешек куплю. Приехала опять на новую почту. Я тут кое-что ждет. Получила я постылку. Знаете, для чего? В нашей Анечке скоро день рождения. Я уже потихоньку скупляю ей подарки. И вот самый первый заказик пришел. Их будет еще не один, потому что у меня есть идея. Ну вот получила. Покажу вам 22 числа, когда Анечке подарим. В общем, я купила пельмешек, я купила блинчиков, купила еще рыбки, сметанки. Та-та-та-та-та-та-та. И еду домой готовить ужин и ждать Любчика с работы. Так, в Галя балована. Млыньки. Самые вкусные. Кто пробовал, тот знает. Пельмешки на ужин и вареники с лишней. Сейчас мы с красивой девочкой Анной все это быстро приготовим. И с Джесси на подхвате. Без Джесси ну никак. Значит, отварим чуть-чуть этого, чуть-чуть этого и чуть-чуть этого. И мой новый маникюр. Ты видела, сделала новый маникюр. Смотри, как красивая. Джесси, тебе тоже такое сделать? Джессончик, тебе тоже такое сделать? Аня наклила кучу костичек, покажи. А завтра будешь этим африканцам. Давайте готовить есть, уже мальчики едут. Вы такое видели? Так, посмотрите. Смотрите и любуйтесь, какая красота. Представляете? Расцвели мои орхидеи. Вот это что-то не пойму. Она так как-то вянет. Я ее пересаживала. Вроде бы корни достают. Ну, то есть они не вверху достают до воды. Но почему-то ей что-то не нравится. Эта веточка хорошенькая. Видите? А это что-то такая... Может, с того, что много этих цветочков ей тяжело. Но что-то ей явно не айс. Белая. Смотрите, какая. Да? Еще одна белая. Кстати, белые орхидеи это самое любимое. Выставила их сюда и решила полить. Все очень просто. Есть горшок такой, в котором стоят орхидеи. Видите? Там всегда немножко на низу вода. Это проверенный способ. Тогда листики плотные. Все нравится. Цветочки хорошо цветут. И сейчас я просто возьму, подолью где-то с литра воды. Добавлю. Видите? Чтобы она постояла минут 10 в этом горшке. Потом я достану ее. Вода стечет. И я на это место поставлю следующий горшок. И таким образом польются все орхидейки. И этот раз я поливаю без всяких удобрений. Рекомендую, когда орхидея цветет, то не стоит ее удобрять. Так как она накопила все нужные ей вещества для цветения. И сейчас ее не стоит трогать, нагружать. Только лишь изредка поливать, когда это требуется. Видите, сколько будет еще этих бубочек. И здесь. Ой, это мое настроение. Вот честное слово. Кто цветовод-любитель, тот меня поймет. Вот так постоишь, потрогаешь, полюбуешься и все. У меня уже настроение. И все классно. И все нравится. Поэтому и какая-то, видна эта, орхоманка. Нархоманка? Орхоманка. Когда балдеешь орхидеями. Тебе нравится орхидея или нет? Ну как они могут не нравиться, Аня? Ну скажи, ну как? Такой цвет красивый. Боже, я не могу. Я буду-то любовалась и любовалась. В общем, не занимаю ваше время. Но если есть среди вас, моих подписчиц, цветоводы-любители, а особенно архоманы, пожалуйста, маякните. Поставьте там лайк, цветочек, смайлик, что-нибудь. Чтобы я понимала вообще, люди, которые меня смотрят, они любители цветов или нет. Сейчас пролью все горшочки этим. Видите, лист плотный здесь, отлично. Все нравится. А вот этом, видите, мягкий. Что-то там происходит не то. Еще понаблюдаю и потом возьмусь за нее. Но я грешу на то, что я ее недели-две назад пересаживала. Может быть, за этого. Но пока держится. Держится, цветет и пахнет. Так, ну а я приступаю к приготовлению ужина. Вареники с фишней, боже, как я давно хотела. И вареники, и пельмени с мясом. И блинчики. Всего по чуть-чуть. Вареники с мясом. И вареники с мясом. Крым вареники с мясом. Продолжение следует... 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 Я думаю, есть. Наелась холодного? Картина масла. Горло болит? Температура вчера 37 была. Ой, как будто же такая плохая температура. Конечно, плохая. Мне тоже горло болит, но мне заражает. Мне заразило. Сама себя заразила. Ты тебя самая заразила? Наверное. Я же вам подумала, что Аня у нас переходит в другую школу, в лицей номер 11. Значит, там требования по знаниям высокие. И завтра ей надо прийти и пообщаться с директором школы, которая преподает химию лично. Ну, то есть посмотреть, какой уровень у Ани, что знает, что учила, что не учила. Ну и вот Аня накрутила косички. Знаете, для чего? Говорит, завтра буду шокировать директрису своим видом. Я говорю, о, сбегает. Я говорю, ты будешь брать красотой, говорю, не умом, а красотой? Говорит, да, говорит, что ты там накрасишь? Глаза чёрным. Чёрным глаза, ногти накрасишь. Аня меня накрашивает. Придёшь к директору школы в таком виде, и у него отпадут все вопросы по химии. Реснички отпадут. Кстати, у него наручные ресницы. Женщине с куколи там, наверное, уже. Туза 70 в киреснице. Не, ну это молодец. Вот такая бурчёха. Молодец, тётенька. Как иди, она тебя будет смотреть. Вам привет. Пока. Я говорю, трудный подросток. Где-то мы что-то пропустили, Ань. Ты бери завтра Джеку, она завтра задаст всем настроение. Нет. Да, Джесса, пойдёшь завтра в школу? Пойдёшь, моя красивая. Крюмешки пахнут, пахнут. Галя балована. Джесса балована, Аня балована. У нас все балованы. Какая, какая, Татьяна? По-моему, Викторовна. ТВ, я помню. ТВ. Не Васильевна, Викторовна. Нет, Викторовна. А приставы, приходят химии, и она такая, Аня, что вы проходили... У меня чайник говорит. Что вы проходили по химии? А ты такая, а что такое химия? А я не знаю такого слова. А что, был такой предмет, да? Ну да, ну да. Мы шутили. Мне корейский легче, чем химия. А ты говори, я учу корейский. То есть, ну, рассказывай про себя. Оденься красиво, чтобы она няхнула. Стрелки вот такие. Чтобы она няхнула. И по большому счету будь с собой. Только без своих этих выпендрёжек. Класса. Вот такие? Какой ты на книжечке? Все. С первого класса давайте. Ускоренный курс, да, будет? Порежь помидоры. А у меня есть три в одном. Три. Опять сбивают. Аня, помой помидоры и порежь этим. Да, я их уже помылила. Порежь, ну, так, чтобы можно было просто присолить и кушать. Ммм, как же это вкусно. Вареники с вишенкой, боже. Сейчас, Додься, сейчас навариваю вареники. Смотри, какие красивенные. Я пришла есть. Уже? Не дождёшься, папа? А вареников? Сама ты фунт нет. Обалденный. Гляньте, прям ручная работа. Руками лепят, представляете? Там прям видно за стеклом стоят. Там стоят женщины. Через стекло всё видно. Я обожаю вареники с вишней. Как насчёт? У нас самый голодающий в семье – это Аня. Боже, что-то разоваривает. А, что-то разоваривает. Аня фильм смотрит. Приятного, Додься. Накушусь. А с вишниками нет? Нихо? Смотрите, я под это, подколола её. Всё хорошо. Господи. Иду. Ушусь. Ушусь. Орежусь. Ушусь. Я сегодня не хозяйка, и сегодня заехала Галя Балована. Пельмени с телятиной и вареники с вишней. Сметану жидкую купила, 15%. Обычно же 20 берем. Что-то я не нашла. Все, приятного нам. Зачем мне две? Кто думал, Саша же будет? Отставь давай, приду позже. Приятного всем аппетита. Спасибо. И Джеки тоже. Джека на посту. А ты видишь, у него усы какие? Усы. Под носом. Куда ты с травой? Я к курочкам так хожу. Пошли, сходи вместе. Может яйца нанесли нам? Боже, как хорошо на улице, так свежо. Так свежо. Еще в дождик бы пошел. Ты всегда к ним так ходишь? Да. Они тебя походу уже ждут. И знают. И знают. А ты просто себе путь освобождаешь, да? А у нас же петух сдох. Вы не знали, я забыла сказать. Петух сдох. Не вынес конкуренции курей. Куры его задавили авторитетом. И он, бедняга, сдох. Ну что, есть? Не густо, но есть. Но есть пока? Ну, три штучки. Ну и хорошо. Да. В общем, будете теперь без петуха. Вот так. Ой, смотрите, кого я вижу. Кого я вижу. Это уже, по-моему, шестой огурец. С этих двух кустиков. И вот этот третий малыш. Тоже один давал. Есть небольшие. А, вот еще. Они такие незаметные иногда бывают. Что капец. И вот кабачата. И там кабачок. И тут кабачата. И вот этот уже пора рвать. Вот так. И перчик. Можно один даже сорвать. На салат. Любчик, урожай. О, смотри, что у нас уже есть. Ой-ой-ой, надо рвать. Любчик, нарвит мисочку. На вечер, да? Покушаем. Не густо, но есть. Собрать еще урожай надо. У тебя урожай какой? А, рыбный. Есть, но немного. Очень вкусная слива алыча. И виноград скоро будет. Смотрите. Бомба. Друзья, что хотела вам сказать. Посмотрела вчера статистику канала. И знаете, что меня сильно удивило? Прям очень сильно удивило. То, что меня смотрят 50% без подписки. Представляете? 50% смотрят людей, которые подписаны. 50%, которые нет. Вам что, сложно подписаться? Уважаемые, красивые зрители, кто смотрит на постоянной основе, вы проверьте, пожалуйста, вы подписаны? Там колокольчик есть, его надо нажать, выбрать все. Джесса не мешает мне. И Джесса хочет быть в кадре. Да? Ты подписана, Джесса? Говори. Подписана? Подписана. В общем, нужно выбрать кнопочку подписаться и нажать колокольчик. Огромная просьба. Проверьте. Все подписаны. Потому что 50% я была в шоке. Джесса, я была в шоке. Тебе или не знать? Что ты на меня наводишь, да? В общем, пожалуйста, подпишитесь. Не забудьте. Это вам ничего не стоит. А мне это приятно. Всем спасибо, кто был с нами до конца. Мне мешает, как всегда, Джессика. Я с вами прощаюсь. До завтра. Пока. Пока. Пока.